Добрый вечер! Добрый вечер! Президент Беларуси Александр Лукашенко на гэтым тыдни подписал указ номер 137 об удосканальвании пенсийного забеспечения. Так документ, продугледживая с першого студеня наступного года, поэтапное, что годовое повышение на 6 месяцев агульно установленного пенсийного взрослого досягнение мужчинами 63-го года, женщинами 58-ми. Указ будет ищиться и суразмерного агульно-громодянскому поэтапного повышения граничного взрослого, находжения на службе военных. У совести с гэтым, керавники организации усех форма уластности отримали рекомендацию больше рока применять практику у делу наймальников и работников в программах доброохвотного страхования додатковой пенсии. Протягиваем выпуск. У нашей краине в лепени будет проведена деноминация, уже третья за историю Беларуси. Первая отбылась в 1994 году, тогда рубель стратил 1-0, черговая в 2000-м и 3-0. После селетней деноминации беларусский рубель позбавится 4-0. Как этот процесс адобьется на стане беларусской экономики и типа уплывая на цены, нам расскажет эксперт. Целью проведения деноминации является упрощение учета и расчетов, сокращение расходов государства на обслуживание наличного денежного обращения, а самое главное – повышение доверия населения к национальной денежной единице. Наидробнейшая зарос банкнота 100 рублей будет заменена на самый низкий номинал нового грошового узора – 1 копейку. У Сягожа в свороте изъявится 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублев и 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а так само – 1 и 2 рубли. С 1 июля 2016 года в обращение поступят денежные знаки образца 2009 года. Это говорит о том, что к деноминации в нашей стране готовились уже давно, но с экономической точки зрения ее целесообразность появилась только в 2016 году. Сигналом к проведению деноминации является стабилизация курса национальной валюты, понижение ставок на денежном рынке, а также снижение темпов инфляции. Только в этом случае выгоды от проведения деноминации будут выше соответствующих затрат. К тем часам некоторые крамы уже с початку кроссовика распроцовали новые ценники. С параллельным указанием сегодняшних цен и тех, что будут денежать после деноминации. Это распоражение Министерства Гандлю. Такую работу не позднее за 1 червеня повинны провести все объекты Гандлю и громадского харчевания. Как люди психологично поспели прозвучаться до новых цен. Основные расходы на проведение деноминации связаны не с эмиссией денежных знаков, а с переходом национальной экономики на новый масштаб цен. То есть для того, чтобы провести деноминацию, необходим переучет в масштабах всей страны. Это означает пересчет всех цен, тарифов, зарплат, пенсии, стипендий, различных социальных выплат. Банки осуществляют перерасчет остатков денежных средств на банковских счетах. Организации и предприятия изменяют масштаб цифр во всех форм статистической и бухгалтерской отчетности. И, естественно, меняется валютный курс белорусского рубля. Традиционно принято считать, что проведение деноминации приводит впоследствии к увеличению цен в экономике. И да, и нет. Да, потому что в сфере торговли при масштабировании цен есть соблазн округления в большую сторону. Такое округление, психологический эффект от такого округления может привести к краткосрочному росту потребления населения и вызвать так называемую инфляцию спроса. Каб гэтага пазбегнуть подчас параллельного звороту двух видов грошовых знаков, а гэта с першого липеня до конца года, усе субъекты господарания обовязные будут указывать две цены з уликом старого и нового номиналу. Дарыши, розные гроши будут одночасово знаходиться у звороте до конца селетнего снежня. С першого студене 2017 года до конца 2019 старые гроши на новые можно будет обменять у любым банку, а до конца 2021 года только у национальным. Протягиваем выпуск у студии Марина Северьянова. Перед предприемствами нашей краины селета стоит непростая задача. Знижение собекошту продукции одразу на четверть. Такую норму утрымливает указ президента Беларуси номер 78 об повышении эффективности социально-экономичного комплексу. При этом особливаю увагу кероник державы звернул на тое, что реализация на практице резерва экономичного роста махшыма только в умовах инициативной и эффективной работы кероников предприемствам. Президент отзначил, что основные на керонке работы вядомые давно. Гэта экспорт и рациональное импортозамещение. С роду гомельских предприемств, которые не только вызначили для себя шляхи изнижения собекошту продукции, али активно ожитивляют планы «Ингман Мороженая», «Гомель Транснафта Дружба», «Гомельский химичный завод Централит», «Коминтерны», «Гомель Прамбуд», «Светлогорский завод железобетонных вырубов» и «Конструкции». Здарается, зразумело, что пылное предприемство с долей лазнизить собекошт, али мая шмат миллиардные долги. На вышей названных предприемствах не только за первые два месяца года означено снижение вытворчих затрат, али працуют рентабельно. Гэта значить, долги отсутничают. Добрые финансовые выники демонструют все лето так само «Гомельское отделение беларуской чигунки», «Гомель Теплоседка», «Мазырское товарыство «Лотос»» и «Гомельская «Каралл». А кроме того, указ предугледживает и больше эффективное развитие малого и среднего бизнеса. До решения при конце Сыковика вышло постановление Совета Министров, которое позволяет представлять финансовую поддержку субъекта малого предприемства. Однако тут есть обмежевания, которые пишутся в максимальных значениях выручки. Когда говорить об установленных значениях выручки без улики на добавленную варту за 2015 год, то можно назвать и наступные лечбы. Для индивидуальных предпринимательников это 3 миллиарда, для микроорганизаций – 22, для малых организаций – 83. А сейчас протягиваем знакомство с ценами на продукты на Прутковском рынке и у Краме Океан, которая находится в микрорайоне Аэродром. Апельсины, мандарины, яблоки сейчас тонейшие на полицах магазина. А цена на бананы амаль не отрозняется от рыночной. Сейчас она складает около 30 тысяч за килограмм. Стартовый кост киеве у Краме больше низкий, а маля – 20 тысяч. На рынку крыху дорожейший – от 25. Усяго 2 тысячи розницы на корысть рынку и у пекинской капусты. Тут ее можно набить по 28 тысяч. Розница цен на бульбу – 500 рублей. На рынку ее пропонуют основным по 4 тысячи. Каля 6 тысяч у ободвых гандлевых объектах и цибуля. А моркву больше выгодно купить на рынку. Так само по 6 тысяч за килограмм. Курыное филе, грудка и чверть по больше низким коште океане – яловичина на рынку. Та застегнувая частка свинины и каштоя прикладна однолькова. Каля 85 тысяч. С рыбных ассортимент у Краме зараз больштанные селядецы «Форель», а на рынку – «Гарбуша». На этом сегодняшний выпуск завершен. С вами была Марина Северьянова. До встречи. Простый день. Субтитры подогнал «Симон»